Родниковая вода Родниковая вода Родниковая вода Рассказывать не буду, не наша тема, как я, избавился от споры. Естественно, я содержание солей, пищи снизил до минимума, и вода в адиорозе, сами понимаете. Родниковая вода для меня опасна. Вот как я отношусь. Есть крайности, там, великий натуропат Брек, который 80 лет выглядел на все 40, вот, москвалистый, цветущий мужчина, помните, он в основном потреблял воду, и он считал, что это правильно дистиллированное, вымывал всякую грязь из своих сосудов, и выглядело это здорово. Но если взять сотню его последователей, любую, кто это повторял за ним, ну, возможно, было так, шел, поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся, перелом шейки бедра, и что-нибудь в этом роде. То есть, вымываются соли, другая крайность. Поэтому надо к этому относиться индивидуально, и самое главное, помнить одно, это почти, почти отвечая на ваш вопрос. Значит, пейте как можно больше воды, глупее совета нет. Вот, пейте как йоги, 7 литров в день, еще глупее совета нет. Вот, пейте дистиллированную воду, вымывайте кальций, опять глупость, аж оттуда остается. Дело в том, что каждый литр выпитой воды, особенно, вам били в башку, в голову, что это надо, обязательно здоровее будете. Этот литр проходит через сердце. Вот, если вы постоянно будете на 20% больше воды потреблять, чем нужно, наша кровь это константа, разбавлять, разбавлять, даже просто на 20% меньше проживете, сердце раньше остановится. Я уж не говорю про все остальное. Вот, так что вы поняли, ничего однозначного нет, если у вас нормальное телосложение, если соотношение костной массы, раз, мышечной массы, два, и жировой ткани, три, нормальное, то есть с виду вы вполне выглядите нормально, и не сильно вы толстый. Кстати, у толстых тоже есть свои преимущества. Вот, как у меня, так вот, меньше травмируемся, кстати. Так вот, значит, никаких диет, никаких извращений. Так, как присыпать снегом, чтобы не ломалось деревце? Ну, специально подобрать мне не удалось фотографию. Мой опыт такой. Я наречанин. В железной дороге специально делали щиты, которые разгоняли, которые разгоняли скорость ветра пургу, и железной дороги перестали засыпаться снегом. Тогда я пошел от обратного. Мой питомник, который был на самом, на ветру, на острове, когда еще мне не сожгли сад, я сделал отдельное, я загородил его высокой изгороди, и за ним все 200 саженцев оказались, и первый год, когда было много снега. За забором оказалось столько снега, что кое-где торчали верхушки. Когда пришла весна, снег растаял, сел, и практически все саженцы были изломаны змейкой. То есть несколько переломов. Ну, примерно напоминает, вот знаете, как на щитах электропередач, это не стою бьет, или как там. Вот там обязательно такая молния нарисована. Вот так вот было, выглядели саженцы. Значит, это значит, да, есть места, где снега и метр и два. Вот. Есть места, как у меня в этом году, еще и ранние места, уже снега уже месяц как нет. И вот так не было. Вот. И это другая крайность. Другие проблемы бесснежья. А когда снега много, а вы посадили метровый саженец, и на него навалило метр снега, высоко дуяли, верят, что вы его потеряете. Откапываете. Осенью еще подвязываете капитально. Минимум два мощи кола деревянных вбиваете рядом. Более-менее жестко подвязываете. Вот. Можно на двух, два яруса подвязать. Вот тогда у вас есть шанс сохранить. А так просто ждать, почему растает. Ага, сейчас. Когда тает, он смерзается, тяжелеет, ночью замерзает, а потом эта тяжесть вся ложится на этот несчастный саженец. Вот примерно такой ответ. Далее. Мне присылал отец Алексий из Самарской области. Вот. Это такая редкость. Я выражаю свою горечь, разочарование, что церковь, религия, которая символом райского сада стал, совершенно этим не занимается. Совершенно. Есть вещи, которые ей помешали. Может быть, и занималась бы. Но даже монахи, священнослужители, прихожане, они настолько, их мозги испорчены, вот этой дикой страшной пропагандой, ниже вы видите, да, что вырастить практически невозможно. Ну, Крамаренко растила в низких монастырях. Результаты, я знаю, плачевные. Нетрудно догадаться, почему. Мы это проходили. Вот. Перестраиваться надо, но и все-таки вспомнить церковнослужителям, священнослужителям, что церковь должна быть с плохим райским садом. И можно это сделать. Вот. Но, видимо, и там та же беда, которая всю Россию поразила. Неверие, может быть, даже, как ни странно, молитвы молитвами, но какой-то огонька нет, что ли. Может быть, даже божественная искра. Вот это я хотел выразить векадрис. Отец Алексий это исключение из правил. Так, сейчас я вам... Вот это я уже не буду. это исключение из правил. Отец Алексий это исключение из правил. Отец Алексий